Добрый день, в эфире программа Мимо Нот, и веду сегодня я, Евгений Додолев и Наталья Падина. В гостях у нас поэт, маргинал в чем-то, как мне кажется, вообще очень необычный медийный персонаж, член Ордена небезызвестного, о чем он, я думаю, сам расскажет, существует этот Орден, Александр Вулых. Так вот, вопрос про Орден Куптазных Манеристов, он существует по-прежнему? Во-первых, хочу поздороваться со всеми, я не первый раз на этом радио, мне здесь очень нравится, здесь очень такая уютная обстановка домашняя. Я так понимаю, вы намекаете, что в прошлый раз вас угощали вискарем, а у нас формат не предусматривает в это время суток алкоголь. Тогда был ночью, ночной эфир. Что касается Ордена, да, это больше вопрос к Вадиму Степанцову, его основателю. Вашему подельнику. Да, но сейчас уже вот говорить об этом Ордене уже как-то это архаично, потому что его уже нет, он не существует, остались только. Нет, не стесняемся, он уже в прошлом остался, вся вот эта вот куртуазная поэзия осталась в прошлом, сейчас поэзия другая, вот, хотя мы остались прежними, остались верны себе, вот. Вот, но как такового этого Ордена нет, это история литературы осталась там где-то, вот. И остались персонажи, которые так или иначе имеют отношение к этому. Дима Быков, Владимир Степанцов, а многие уже не с нами, многие ушли. Наташа. Вот скажите, а вас часто представляют как гениальный поэт современности, за исключением Евгения Юрьевича сегодня. Евгения Юрьевич очень сдержанно представляет, потому что мы друг друга очень давно знаем, да нет, ну какой гениальный, сейчас как бы никто не скупится на эпитеты, и ради бога, поэтому скромность, говорят, что кратчайший путь к безвестности, поэтому пусть называют гениальным поэтом современности, культом. Кстати, вот наша поездка с Вадимом в Донецк недавняя, нам в афише писали культовый поэт Александр Улых и лидер группы «Бахет Компот» Вадим Степанцов. Почему-то как Улых, так это культовый поэт, как Степанцов, так какой-то компот. Ну, всё-таки у вас есть такой некий, знаете, победный танец внутри, вот я всё-таки гениальный, ну скромность-скромность, а вот внутри приятно? Для любого творческого человека больше всего свойственно состояние рефлексии, и это когда абсолютно даже для гениальных поэтов это состояние всегда рядом, и оно не даёт расслабиться, иначе ты становишься графоманом. Если твой внутренний редактор не говорит тебе, что ты никто по сравнению с другими, что ты не можешь написать ни одной приличной строчки за последнее время, что ты посмотри, что ты такого вообще сделал значительного, что можешь о себе говорить. Это постоянно тебе говорит какой-то внутренний голос, поэтому он тебя подстёгивает и даёт надежду на то, что ещё что-то у тебя есть, какая-то возможность написать в будущем. А так, ну, что есть, то есть, поэтому что за плечами, то всё моё. Скажите, вы недавно вернулись из Донецка, а зачем туда ездили? У нас там был поэтический концерт с моим другом и соратником Владимиром Степанцовым, первый в Донецке такой вот концерт, московский концерт московских поэтов. Это было в кинокофейне, в таком небольшом заведении, куда пришли люди, которые интересуются поэзией. Прежде всего, это наши люди, которые нас знают, это Союз писателей ДНР, почётными членами которого мы с Вадимом являемся. А также наш известный, знаменитый поэт Юна Петровна Морец, тоже является членом, почётным членом Союза писателей ДНР. И всё-таки даже на войне людям нужна, может быть, тем более, что на войне нужна улыбка, нужна какую-то... Недаром на войне был героем Василий Тёркин, который веселил своих однополчан байками, рассказами. И вот мы устроили такой весёлый вечер поэзии, совсем не весёлым, при фронтовом Донецке. А на следующий день был праздник День Республики. И на площади, на большой сцене в парке Щербакова состоялся концерт, в котором принимал участие уже такие там команды, рок-группы, и в том числе вот Вадим со своим байхаткомпотом. Ещё были, значит, была исполнительница шансона «Рада рай», Вадим Степанцов с байхаткомпотом, потом была часть группы Агата Кристи в лице Вадима Самойлова. Небольшая часть. Ну, собственно, ты знаешь, что два брата, Вадим Самойлов и Глеб Самойлов, они абсолютно, вот, прошла трещина между ними. Один выступает в Донецке и в Луганске, а другой в Киеве и во Львове. Никогда мы не будем братьями. Да, и вот про них как раз были братьями, и вдруг. И такой коллектив «Добромолодцы», который пел там старые песни, известные всем. Шёл дождик, было холодно, народу было очень много, с флагами. Такое было праздничное настроение, но оно, вот, мне напомнило из таких советских времён, вот, всё это и концерты, и демонстрации, которые... Это хорошо или плохо, какая коннотация напомнила в советские времена? Не то, чтобы хорошо или плохо, это такое противостояние, противопоставление, да, тому, что с другой стороны. А что с другой стороны? С другой стороны, это всё копирование всего американского, подражание, причём такое, уже доходящее до комизма, до маразма, подражание всему американскому, там, чего бы это ни касалось. А здесь, вот, Донецкая Народная Республика и Луганская, да, вот это вот, Анклавчик. Александр Ильич, давайте мы согласимся, если мы уже упомянули тему рок-музыки, то, вообще, наш рок по сравнению с западным, с британским, с американским, это просто вот смешно. Поэтому, подражать, в общем-то, а почему не подражать и не брать то, что есть хорошего в Америке? Вы же в джинсах сейчас, да, Александр Ильич? В джинсах. И я в джинсах. А я нет. Поэтому мы берём всё хорошее. Да, мы берём бигмаки и врач. Но мы же не кажемся смешными в эти джинсы для Наташи, разве что. Нет, если говорить о музыке, о рок-музыке, ну, только кроме Юрия Лозы, по-моему, никто не возражает, что там, безусловно, там, наш рок, вернее, говнорок, как его называют, Собственно, он и показывает себя, как говнорок, потому что все эти бунтари и люди протеста на поверку оказались совершенно коммерческими людьми, которые никого там, никто в Донецк, говорили много, а никого из них там не видели. Вот за исключением. Ну, может быть, по идеологическим причинам? Ну, по идеологическим причинам. Они самые разные в рок-среде, поэтому это мы с вами ватники, Александр Евгеньевич, а есть люди, которые считают, что это всё приведёт к изоляции. То есть, первый тезис, что не надо подражать, а потом это в развитии. То есть, что мы вообще сами по себе настолько самопытны, что нам вообще ничего не нужно. При этом мы же понимаем, что если мы не говорим о вашей сфере, о сфере поэзии, а говорим о кино, о современной музыке, и даже о балете, в котором мы всегда были номер один, мы же сильно сейчас отстаём. Так почему же, может быть, лучше как-то коммуникацию налаживать, а не стараться противоставлять себя тому миру, который принято называть цивилизованным? В данном случае речь идёт о каких-то человеческих качествах, о сочувствии, о понимании того, что происходит, когда произошёл переворот. Ведь в Донецке не считают легитимным президента Порошенко. Это человек, который пришёл к власти в результате переворота. Они это считают революцией гидности. Гидности, само по себе это слово какое. По-русски оно очень созвучно с годливостью, с какой-то вот для меня. А у них считается, что, ну хорошо, был тот президент, скажем прямо, не... Янукович. Да. Там Рыльцев Пушку было серьёзно, но он был свергнут, он незаконно был избран новый президент. Поэтому они вполне считают себя вправе делать то, что делают они. Я думаю, что там достаточно элемент пропаганды, то есть люди, в той сфере, в которой мы с Наташей работаем, достаточно сильно обрабатывают население, так же, как оно обрабатывается у нас. Поэтому здесь как раз, что меня порадовало, что на Евровидении, недавно прошедшем, наши зрители отдали голоса за представительницу Украины, а не братья, оказались братьями, голосовали за Лазаря. Что вы, кстати, думаете о Евровидении? Кстати, вот я там смотрел в интернете выступление такого музыкального критика Артемия Троицкого по этому поводу. Да. И он вот тоже, насколько тенденциозно иногда подаётся информация, и вот от этого много зависит. Там говорят, что, смотрите, ведь голосование, там, народ, да, проголосовал за украинскую певицу, да, дал, поставил её на второе место. А жюри, говорят, говножюри, куда входили, там, Дробыш крутой, ну, во-первых, не входили, Дробыш не крутой, это профессиональное жюри, вот, типа не дали ни одного балла. Согласен, но тогда нужно говорить о том, что народ Украины проголосовал за Лазарева, поставил его на первое место, а профессиональное жюри, кто там входил, уже совершенно не важно, тоже, соответственно, ответило тем же. А вы бы кого выбрали, участника, вот, если мы политический контекст убираем, а вот просто вы, как потребитель музыкальной продукции, вообще не понимаете, о чём, кто поёт, просто смотрит и слушает. Мне вот понравилась австрийская вот эта вот девушка. Которая на французском пела? Да, да, вот она спела такую песенку шансонную. Это, видимо, староческая, потому что мне тоже понравилась. Возрастной, да, это очень было неожиданно. Да, да, согласен, да. Вот, не затейливая. Кто-то говорит про этих грузин, что они вот такие, авангард. Меня не трогает это меня, не знаю, все. Те, кто разбирается в музыке, я же допускаю, что я не очень, я слабо разбираюсь в современных музыкальных тенденциях, да, что хорошо и что плохо. Я знаю, что Лазарев хорошо спел, и что он молодец, он профессионал, он артист европейского уровня. А Джамала? Джамала уже давным-давно всем всё доказала, что она очень хорошая певица и артистка. Другое дело, что там в песне был политический подтекст, ну, давайте все будем, есть конкурс политический, во всяком случае, был конкурс политической песни. Помнишь, Зелена Гура был такой фестиваль? Он был по политической песне, я помню, что был такой фестиваль. Конкурс политической песни, да, где вот все выступали и пели там против, в защиту угнетённых негров и прочее, там Анжела Левис. А помню, да, я помню. А вот вы же являетесь автором многих песен, и если бы вы писали песню для будущего Евровидения, вот вы сами, какой бы смысл вложили? Я вряд ли напишу песню для Евровидения, потому что для этого нужно хорошо, для нынешних участников нужно хорошо знать английский язык. Пишут, да, российские авторы для Евровидения на английском языке, тоже Карен Кавалериан, который уже имеет в этом деле большой опыт. Смысл, ну какой смысл? Люди о чём поют? Ведь конкурс-то замышлялся таким, чтобы представляли, во-первых, песню национальную, которая представляла бы свою страну. А поют всё о том же, о чём пели и сто лет назад. Иван, всё на английском языке почти появлялся. А сейчас это всё усердно. Хотя изначально имелось в виду показать всю палитру европейских культур. Конечно, конечно. Пели бы на своих языках, и это было бы гораздо интереснее. Тогда это был бы конкурс Евровидения, конкурс национальной песни, хотя, мне кажется, оценивать такой конкурс было бы очень сложно. А люди поют о любви всегда. Но вот наша публика сейчас требует именно юмора. У вас ведь отличное чувство юмора. Ну вот в интернете гуляют всякие «Давайте отправим шнура на Евровидение», «Сегодня предложили петь песни про Крым наш» или про Башара Асада и «Сирийский народ». Вот вы, мне кажется, профессионал в таких юмористических форматах, текстах. Ну, шнур, во-первых, шнур, он вышел, вся эта группа Ленинград вышла из панк-рока нашего отечественного. Их родитель, тот же Вадим Степанцов со своим бахаткомпотом, который был задолго до них. Это все его, как бы, косвенные его дети. Но шнур очень ловко вписался в коммерцию. Очень ловко. И вот эти вот клипы, которые даже не столько песни, сколько вот эти вот клипы очень талантливо сделаны, которые так вот высмеивают такое, ну, нашу действительность. Да, вот поэтому они завоевали популярность. И нарочитое его употребление инвективной лексики в песне, все это такой образ, все это продумано. Это не то, что Шнур, вот как он, этот Сергей Шнуров, да, вот он идет в туалет, а также он выходит на сцену. Это все продуманный образ, да, который четко понимает, что это стоит денег, за это люди готовы платить. Им этого не хватает. Как вот не хватает организму, допустим, какого-то элемента, то вот нашему организму, да, общественному, не хватает такой вот сарказма, жесткой самоиронии. И он эту нишу прекрасно заполучил. Но вы же с Степанцовым тоже ненормативную лексику используете на своих поспособах? Используем. Достаточно интенсивно. Но это не ради, это лексика ненормативной, не ради ненормативной лексики, да. У меня, например, так говорят герои моих произведений, персонажи, потому что речь, это то, что идентифицирует человека, его личность. Вот мы, когда описываю персонаж, его же пока мы не видим, это у шнура, видны все вот с помощью этих видеоклипов, почему вот так популярны его эти песни. А в речевой структуре персонаж разговаривает так, что можно представить его образ, кто он вообще, даже представить, из какой он семьи, какое его воспитание, кто он по национальности. И здесь не заменишь одно слово другим. Здесь нужно говорить так, как говорят в жизни. Поэтому, а то, что шнура послать на Евровидение, ну, как там глупость, да, что он может, единственный, кто может послать. Ну и что? Что он может послать. Он посылает это ради денег. Вот послал, он поет песню там про то, что в Москве все сгорели. Да, очень веселая песня такая, значит, все сгорели. И Пугачёва сидит, хлопает, радуется она этому. Да, такой вот чёрный юмор, все понимают. Все радуются, вот они сидят, им это очень нравится. А вы где берёте образы для своих? Наблюдайте специально. Поэт – это наблюдатель жизни. Я так это назвал в каком-то интервью. Подсматриваю, наблюдаю. Чаще всего подсматриваете в новостной хронике, да? У вас много произведений именно внешней политики, вопросов, таких уколов в адрес Украины, США. Это есть такое, да, скажем, злободневное творчество. Оно сейчас востребованное, актуально. То, что волнует всех. То, что является предметом разговора. Потому что если ты пишешь не о том, что волнует людей, то как-то ты и сам проходишь мимо. Нет, можно говорить о том, что я гениален, и мои философские, поэтические рассуждения просто не понять этим людям, которые живут сейчас. Это будет когда-то понято и оценено, только уже я пишу для будущего. А разве не так? У вас же есть очень пронзительная лирика, которую вы не исполняете на ваших перфомансах с Степанцовым, а это просто действительно гениальная и очень душерадирающая лирика, которая просто сейчас не место, я так, насколько понимаю. Иногда я читаю. Иногда я читаю. Но аудитория приходит, ну вот когда чувствуешь, что можно добавить. А то есть вы приходите не с заготовленной программой, а вы во время вечера импровизируете и можете менять номера. Причем, если мы вдвоем выступаем, то мы в зависимости друг от друга, от настроения, от прочитанных каких-то, мы вот так друг друга очень хорошо чувствуем. У нас многие стихи перекликаются, и таким образом создается такая программа, как заплетенные стихи. Одно продолжение другого. А лирика, ну да, она имеет место в нашей жизни. Но так же, как и говорят, почему вот какое место поэзия сейчас? Да, вот в 60-е годы были поэты, которые собирали стадионы, творцы спорта. Но это было время, когда вот глоток воздуха, когда у тебя воздуха не хватает, а потом вдруг раз, ты вышел на воздух и полной грудью вдохнул. Вот тогда примерно страна была в таком состоянии. Все ловили. И поэты, они были трибуны, да, Евтушенко, Вознесенский, даже поэты более тихие, но они все равно были личности такие. А потом поэзия, скажем, заняла свое место. Ну, это поэтический язык, это язык посвященных. Так же, как и музыка. Да, люди, это коммуникация, люди общаются, люди одного круга. Те, кто привык воспринимать мир через звуки музыки, через художественные произведения, книги, стихи, танец, кинематограф, театр. Это все равно, это язык посвященных. Ну, вообще, получается, если мы смотрим на статистику просмотров видеоклипов группировки «Ленинград», то количество посвященных измеряется миллионами. Ну, я бы не называл это поэзией. А музыкой? Да и музыкой тоже. Это панк, такой вот социальный панк, который востребован очень сейчас. Да, он нужен, вот этот стюб, вот это вот такое. У Вадика просто, видимо, в области пиара нет таких сильных специалистов, как у того же Шнура, и те, кто делает вокруг него, этот вот медийный, создает вот эту медийную атмосферу. Но все-таки Шнур, ну, как бы в своих текстах, песнях стебет внутренние проблемы государства. А почему вы не высмеиваете? Это, ну, неужели настолько плохо, что даже не смешно? Ведь вы часто говорите, что смех – это главное оружие. Вот в нашей ситуации нельзя с этим бороться смехом? Почему не высмеиваем? Высмеиваем. И внутренние проблемы, и все наши фрики, и то, что у нас происходит, все это является предметом, скажем так, сатирической стороны творчества, которое присутствует. Но есть там для Шнура, наверное, невыгодно сейчас озвучивать свою позицию. Ему важно бабло, как мерило, продукта. Он на рынок выходит с продуктом. Если этот продукт будет иметь какую-то окраску иную, кроме матерных, значит, частушек и такой вот внутрисоциальной антимечанской, значит, направленности, то он автоматически лишается определенной аудитории. Он может сейчас совершенно спокойно и на Украине там выступать, и в Крыму, и где угодно, да хоть и... Спокойно он не может, потому что он ходит в возрастную группу вот по принятому на Украине закону все россияне мужского пола, они невизны. То есть, они только после 65 лет, там, по-моему, с 15 до 65 лет, нельзя так сказать. Ну да. Технически он не может по войне на Украину. Ну, в принципе, он никого не, значит, политически неблагонадежным он себя не зарекомендовал ни с той, ни с другой стороны. Он типа стебется. Но ничего не трогает. Хотя вроде и его и в отсутствии патриотизма не обвинешь, да, и с другой стороны там никого не задевают. Коммерчески все очень просчитано и правильно. Не Миша Ефремов, да, который уже там все, клеймо на нем лежит. На какой на нем клеймо? Ну, клеймо, что они ездят по городам, и весям Украину. Они вместе с Андреем Орловым-Орлушей, да. Да, ездят по городам и весям Украины. Это гражданская позиция? Гражданская позиция, конечно. Да, ну, в общем. Ну, я думаю, что у Миши гражданская позиция сильно завязана с коммерцией. Вот. Ну, в общем, так, как у Орлуши. Просто, ну, каждый продается или каждому решается. А с Орлом вы ведь хорошо, мне кажется, знакомы бы были. Ну, да, мы выступали вместе на одной сцене. Сейчас уже не дружите? Нет, нет. Уже после всех его... Не братья? Не братья. Далеко не братья. Ну, и там, в Фейсбуке, там, я забанен им после очередных, кстати, но таких вот подколов забавных. Пародий. Человек очень серьезный, несмотря на то, что он такой вот... Я не очень понимаю, где вот эта вот, как эта грань проходит, потому что вот сегодня вы в том же Фейсбуке на расшаренный пост о том, что Меладзе настоял на том, что в репертуаре украинской певицы была обязательно антироссийская песня, вы написали, что-то такое, что вы хорошо знаете. Знаю, Валерия, да. Ну, вот я просто в этих братьях путаюсь, но я помню, что ко мне приходили в телевизионный проект девушки из Виагры, и они рассказывали, что Меладзе, не знаю, который из них, заставлял их принимать участие в Майдане, в том еще, когда Ющенко, наносить эти оранжевые банты, скакать, кто не скачет, то и москаль, и они совершенно, вот, ну, поющие трусы, они абсолютно как шнур, то есть, они аполитичные. Недорогие трусы. Они очень дорогие. Не дороже шнура. Вот, и они просто делали то, что им говорит продюсер, и вот Меладзе, он, вы считаете, вот эту линию, ну, условно говоря, не будем назвать антироссийской, она, наверное, какая-то про, 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 но их два, их два брата. Валерий, Валерий певец, да, а Константин продюсер, а Константин продюсер, который работает, супруг Веры Брежнева, живет и работает на Украине. Так они оба, по-моему, работают на Украине. Ну, и Валерий тоже, но он живет-то здесь. А я сейчас говорю, чтобы новый предлог, знаете, какой? Вна, не вна, вна Украине. вна Украине. Поэтому, естественно, по своей ли воле, или он понимает, что иначе у него не будет возможности, а там благодатная почва, талантливая девушка, очень многие. И, естественно, он поддерживает, по-любому он поддерживает. Если был бы там Янукович, он бы не, и остался бы, или кто-то другой, или Захарченко, он бы поддерживал власть. Ну, как бы, прямо вот так вот... Думаю, да. Думаю, да. Если бы народ там, вот сейчас, представь себе, что президент Украины Захарченко. Ну, так же Константин Меладзе будет писать песни и не будет протестовать и рвать на груди рубах. Потому что для него как бы является шоу-бизнес, его работа, которую он делает талантливо. То есть вы считаете, что все эти заявления, которые делаются, они делаются не, условно говоря, в душе, они делаются по каким-либо конъюнктурным соображениям? Конъюнктурным, безусловно. Потому что есть место, где он работает. Ну, смотрите, а вот мы упоминали уже Сергея Лазарева. Сергей Лазарев заявил, что для него Крым – это однозначно Украина, аннексия, бла-бла-бла, и тут же после этого он получает, во-первых, эфиры на российский федеральный конкурс и его посылают представлять Россию на конкурсе Евровидения. И, кстати, если к вопросу о том же Меладзе, после его заявления, что единственная страна, против которой он готов воевать с оружием в руках, это Россия, взять винтовку, я точно цитату не помню, она цитировала. Это статья Меладзе или Валерия? Честно говоря, вот для меня Меладзе и Меладзе. Это братья. Это братья. Просто я помню, что сразу после этого заявления оно широко обсуждалось в Фейсбуке, что единственная страна, за которую он готов взять в руках оружие, вот в контексте этого, как раз как-то... И тут же они оба появляются в эфире Первого канала в каких-то... Мне кажется, это как-то... Я чего-то не понимаю, скажем так. Они будут появляться, потому что, во-первых, Валерия Меладзе как певец это креатура Первого канала и певец популярный в России, живущий в России, поющий. Знаю, я Валеру знаю очень хорошо и частенько с ним встречаюсь. Человек вообще настолько мирный и добропорядочный. Ну, у него есть свои какие-то, скажем там, симпатии, я не хочу там говорить, да. То, что он держит глубоко про себя и все равно он лоялен, скажем так. Говоря о том, что с оружием воевать за там Украину, я думаю, что, если это говорил Константин, то он имел в виду другое оружие. Оружие, как песня, оружие, как песня, которая является средством борьбы за мир. За мир и понимание между народами. Вот только так эти люди. А что касается Сережи Лазарева, я думаю, что Сережа просто очень хороший артист и хороший певец. А когда его спросили, его застали врасплох. Он не обязан был знать историю вообще, он поет хорошо, он воспитывался в непоседах, и его там учили петь. это как... Может, если ты не знаешь, надо говорить, да я не знаю, как-то, у меня нет... его не учили быстро соображать. А послали его кандидатуру идеальной. То есть, в свое время он сказал, что Крым украинский, правда, потом он поправился и сказал, я лучше не буду отвечать, потому что опять чуть-чуть ляпнул. Вроде бы поэтому-то на Украине за него столько народа проголосало. вот поэтому вы думаете? Не просто песня хорошая. Песня неплохая, хорошая песня. Филипп Киргург плохой песни не выберет. Он же ее написал, по-моему, а не выбрал. Да, он написал и выбрал. Собственно, он с греками написал. С румынс-греками должны быть балканские какие-то мотивы. Он очень любит балканские мотивы. Поэтому Сережа Лазарев сейчас, я думаю, он знает точно чей Крым. Ну, как бы он уже участвовал в политическом конкурсе, он почувствовал на себе все моменты, которые оказывают влияние. Ну, все равно он далек от политики. А мы, кстати, вот с Александром Фимовичем высказали свои предпочтения, что нам понравилась австрийская исполнительница вороведения вам. Австрийская. А я, честно, смотрела, ну, как-то я не составила. Мне, конечно, понравился Сережа Лазарев. Ну, он симпатичный, он всем девушкам нравится. Да, он такой сладенький. Мы знаем, он всем нравится. Но так, честно, я больше смотрела на наряд. Вот меня как девушку, наверное, это больше интересовало. Тенденции моды, да. Тенденции моды, да. Какие туфли, от кого платье. А вот скажите, вот мы говорим столько о политике, а разве творчество всё-таки, ну, не должно быть вне политики? Творчество, безусловно, оно имеет, там, относится к нашим эмоциям, да, то, что переживает человек. Мы переживаем те же, те же самые чувства, эмоции, которые переживали люди, там, сто и двести лет назад. и о чём бы мы ни писали и когда бы мы ни писали, мы будем писать там, про любовь, про дружбу, про предательство, про войну. Это то, наша жизнь, мы живём и дышим эмоциями нашими. А быть, как бы, у нас эмоции разные, мы, какие-то эмоции есть у людей, живущих в России, в Донецке, на Украине, они те же, но они имеют разную окраску. И говорить о том, что мы творческий человек, он должен жить в каком-то замбашне слоновой кости или кости. ничего не знать, только искусство является предметом творчества. Я всё-таки не понимаю, допустим, если бы вас пригласили сейчас поехать в Киев, выступать с вашей стандартной программой, достаточно политичной, у вас же нет произведений такой прям выраженной какой-то политической направленности. Вы бы не поехали, потому что это вот нынешняя ситуация на Украине. Или вы бы поехали, потому что вы выше вот этих вот разборок политического характера. Вот такой представитель. Вам пранкер какой-нибудь раздается звонок и говорит, Александр Тимович, мы хотим видеть вас в Киеве вместе с Вадиком Степанцовым. Я бы подумал сейчас, что это провокация. Такого не может быть. Да, вряд ли может быть сейчас, потому что в Киеве я очень часто бывал и очень любил и люблю этот город. Да, и друзья, и знакомые. С большой симпатией относился, отношусь к этому городу как таковому. И верю, что снова вернется туда та атмосфера и тот эмоциональный фон, который был всегда присущ Киеву, красивому городу. Но сейчас, естественно, я бы не поехал туда. Поэтому я поехал в Донецк, где людям, я понимаю, что их пусть и немного, которые пришли на наш вечер, но не до поэзии, скажем, тем людям, которые остались сейчас. Но те, кто пришли, им очень было нужно именно наш приезд, именно наше выступление и наша поддержка. поэтому я думаю, что если бы меня пригласили в Киев, то это скорее было бы какое-то провокационное. Просто я на самом деле не знаю для себя ответа на этот вопрос, потому что много обсуждалось выступление Бориса Борисовича Гремечкова в Одессе. Я вот не знаю, но должны, мне кажется, если будут артисты ездить и выступать, всё-таки это какие-то мостики или какие-то должны быть табу. Я не могу, честно говоря, для себя Я понимаю, что Гремечков-то туда, к этому Саакашвили поехал, как бы он же знает, кто он такой, делать вид, что ты не понимаешь, кто перед тобой сидит и чью чьё вино и чьи угощения ты воспринимаешь, Кременчиков не глупый человек. Скажем, я не хочу там сравнивать с Серёжей Лазаревым, но он гораздо лучше, скажем, ориентируется и знает историю и политическую ситуацию. Поэтому его появление там не случайно. Так же, как и появление в Крыму группы «Воскресенье» с Алексеем Романовым без Андрея Сапунова. Все здесь, каждый понимает, кто что делает, какие чувства он выражает, кто на какой стороне. Сейчас происходят чёткие водоразделы. Если бы Борис Гребенчиков приехал и говорил о том, там, за этим столом, о том, что не нужно расстрелять... Расчёв он говорил за столом, мы не знаем. Не знаем. Судя по тому, что они пили вино и он пел песни, всё это воспринималось... Хорошая дружеская атмосфера. Да, в плане такого вот... А вот, кстати, о застольях, коль мы говорим. Вот вы же были обозревателем ночной жизни в Москве, наверняка... Да, в 90-е годы. Интересная жизнь была. Наверняка знаете какой-то секрет такой крутой вечеринки, вот ингредиенты, что должно быть? Музыка, напитки, закуски, компания. Ингредиенты, вещества, ингредиенты совершенно разные, что кому нужно и кто и что употребляет. 90-е годы вообще это были годы очень интересные, как эксперимент над нашей страной, который мы испытали и увидели и поняли, почему сейчас вот мы главное учиться на своих ошибках, то, что у нас было. Да, было время нескучное, но оно было очень опасное, скажем так. И мы говорили о крутых вечеринках. Вот я очень хочу задать вопрос. В одном из стихотворений, мне так понравилась эта фраза, вы говорите, я налил даме ликёр, иными словами, бабу укладчик. Бабу укладчик. А вот в наш век таких феминисток, эмансипированных женщин, а мы же укладчики. Есть такие? Как? Ну, наверное, там есть определённая категория девушек, которые в 90-е годы очень много клубов, всяких ночных заведений, куда молодые девушки с большой охотой, и в начале нулевых, кстати, с большой охотой ходили, приходили и надеялись там встретить свою судьбу, приходили туда не просто оттянуться, но и познакомиться с кем-то и наверняка надеялись на то, что вот это будет. Ну, а как? Нужно соответствующе выглядеть, нужно соответствовать каким-то определённым стандартам, которые вот у этой публики были заведены. Скажем, чтобы уложить мужчину в постель, я думаю, до этого большого ума не требовалось никогда. Те, кто приходили в этот клуб, у них в эти места, у них совпадали цели и задачи оторваться до утра, а там дальше продолжить вот эту вот жизнь без особых забот и проблем. Заботы были только одни мужчин, где найти деньги. А у женщин, где найти мужчину с деньгами. поэтому я писал о том времени, когда денег в карманах не было. И когда с деньгами это любой, как у Степанцова, а ты с рогатиной одной медведю в берлогу к зверю сунь мурло и минеральную водою пои девчонку всем назло. с алкоголем и с другими из деньгами, тем более с деньгами. Это всё просто. Ты попробуй интересным. Есть деньгами, а есть поэты. Которые другая метода. Я, кстати, наверное, осмелюсь предположить, почему Наташа спросила про вечеринку, потому что у неё сегодня день рождения. Вечеринка будет вечеринка, мы её поздравляем. Спасибо. Наше поздравление. Очень жаль, что не успел Александр Тимович почитать свои прекрасные стихи. Я рассчитываю, что не последний раз мы беседуем в рамках проекта Мимонот. Сейчас мы просто послушаем песни на стихи нашего гостя. Всем большое спасибо.